Как у вас самочувствие? Все хорошо. Как настроение? Очень готово. Боевое? Да. Ага. Ну давай, даже послушаю. Уже через несколько мгновений Нина Абзалова начнет проводить операцию кесарево сечения. Но сначала смотр. В таком деле проверка лишней не будет. Нина Анатольевна сосредоточена и очень спокойна. Но такая безмятежность, признается врач позже, неравнозначна безразличию. Нельзя работать в акушерстве и вот имея какой-то цинизм. Мы всегда очень переживаем из-за наших пациенток. Бывает такое, что у нас весь роддом приходит и болеет за какую-нибудь женщину. Они утром приходят и говорят, ну как там у нее, ну что у нее там, как КТГ, как ребенок. Ежедневно Нина Абзалова совершает обход и принимает сложные роды с разными патологиями. Екатерине – одной из ее пациенток. По показаниям положена операция. И если врачи за нее абсолютно спокойны, то сама мама все же переживает. Конечно, волнение, естественно, есть. Но так как я уже знаю Нину Анатольевну, мне это уверенность и сил придает смелости, главное. Потому что я уже у нее оперировалась. Долгожданный момент операции – счастливый исход. Трогательный момент не смог пропустить отец новорожденного, который не сдержал слез. Пока папа приходит в себя, а мама восстанавливается после операции, врачи приступают к очередным обязанностям. Нина Анатольевна вспоминает, что в профессии оказалась благодаря отцу, тоже хирургу. Врачебную деятельность акушер-гинеколог долгое время совмещала с преподаванием в медицинском вузе. Каждый день ходят на обходы в отделение, каждый со своим врачом. Ходят в операционную, ходим и в родзал с ними. И Нина Анатольевна всегда очень положительно относится к студентам. Вскоре Нина Абзалова подаст заявку на участие в краевом конкурсе «Лучший врач года». Признается, для нее это – возможность сравнить свой опыт с достижениями коллег. И, возможно, освоить абсолютно новые методики в работе. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok